Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Продолжаю делать экстренные информационно-аналитические выпуски, важные и нужные для инвесторов. Много вопросов сейчас про юань в комментариях и в электронной почте канала. Вопросы такие, заменит ли юань доллары и евро, стоит ли сейчас покупать юань, чтобы сберечь свои рубли. Ну и дальше по той же теме. Отвечу на эти вопросы, но сначала напомню, что я ожидаю, что YouTube скоро закроют, совсем скоро. Поэтому зову всех вас в свой телеграм-канал. Там тоже будут видео, там мы не потеряемся и скорее всего сможем продолжать инвестировать. Ссылка в описании к этому ролику. Итак, Китай планирует покупать у нас нефть за юань и отказываться постепенно от доллара во взаиморасчетах за нефть не только с нашей страной. Сейчас приходит много новостей про Китай, про то, как Китай реагирует на санкции США, на наши санкции имеется в виду, про принципиальное согласие Китая покупать нашу нефть за юань, про усиление влияния распространения юаня в мировой финансовой системе и на этом фоне участились вопросы про покупку юаня населением вместо долларов и евро. Но стоит понимать, что сейчас юань все же не сможет составить реальную конкуренцию доллару на мировой арене, даже если Россия и Саудовская Аравия будут принимать юани за свою нефть. Доля мировых расчетов в долларах больше доли расчетов в юанях. Больше, чем в 10 раз на данном этапе. И чтобы ситуация заметно изменилась, нужно серьезные усилия в этом направлении и долгие годы работы. Надо осознавать также, что юань – это валюта развивающейся страны. Ликвидность и конвертируемость юаня в мировой финансовой системе очень далеки от ликвидности и конвертируемости доллара. Также не стоит забывать, что резервы Китая сейчас в основном хранятся в долларах, и с учетом недавнего прецедента заморозки части российских международных валютных резервов, Китай явно не рад этому факту и, видимо, пока не понимает, что с этим делать. Далее, теперь о том, стоит ли сейчас покупать юань нам с вами для сбережения быстро обесценивающихся рублей. Ведь юань сейчас можно купить даже на бирже без заградительной комиссии в 12%. Итак, юань – валюта, все же явно управляемая финансовыми властями Китая. Могут напечатать много и могут обесценить, если захотят. Это никогда не стоит забывать. Сделают так, как важно и нужно для Китая, а не для нас с вами. Есть, конечно, и риски политического строя в Китае, но не будем забывать, что там руководит всем коммунистическая партия. Присутствуют риски активизации тайваньского вопроса. Но рыночным риском сейчас и в среднесроке является рост ставки ФРС США, вследствие чего китайская валюта будет обесцениваться относительно доллара. И это стоит тоже учитывать. Но, понимая будущую ориентацию российской экономики на Азию, в частности на Китай, иметь в своем валютном портфеле юань вполне можно. Особенно, если со временем у нас появится возможность инвестировать китайские активы сразу в юанях. А такая возможность вполне может и появиться. Вот, сейчас, если и покупать юань, то явно немного и без фанатизма. Юань с большой вероятностью все же будет способен компенсировать часть обесценивания рубля. Особенно, если держать его на банковском вкладе под текущие привлекательные проценты. Но, при этом, не стоит забывать и про риски банковских вкладов. Сейчас, к сожалению, и они присутствуют, несмотря на наличие страховки АСВ. Ну, а буду ли я лично покупать юань в свой портфель, вы узнаете на том самом моем телеграм-канале, о котором я упомянул в начале этого ролика. Там я обосную свой выбор, свое решение по этому вопросу. На сегодня это все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами сила сложного процента.